как-то раз практически все известные анекдоты нашей стране понятно каковы либо про штелеса либо торговочку либо про какую другую ипостаси нашего уважаемого лидера байк мастера это история видения из детства вовочек и история о том как в школе учительница предлагает детям поиграть с ней забавную игру что-то нарисовать и сказать что он рисовал потом выходит следующий меняют рисунок следующее его дополняет и каждый так сказать говорит о том что лично он рисовал просто этот пример до такой степени хорошо иллюстрирует основную мысль сегодняшней беседы я просто не могу сказать если кого-то от скопительного куба сего стараюсь максимально сандук на вот выходит в доске вот этот дом которым я буду в котором я буду это показать родители своих детей в котором у них все будет хорошо но дети продолжают но вдруг Мария Ивановна смотрит что рука тянет говочка и его не вызывает радость мало ли что он дорисует к этому рису следующий выходит ну скажем пеника и рисует вот этот два икон солнышко которое будет сиять сантомиком где будем жить мы с Машеньком и в котором у нас все будет хорошо следующем я не группу вовочка но опять же Мария кажется что еще не все так сказать мало ли что он там дорисует и предлагает выйти скажем ванечки будет Ванечка рисует окошечко в котором он будет ну не скажем древку потому что из которого луча окошечка из которой он будет выглядывать и в котором так сказать жизнь будет совершенно замечательно прекрасно вот с Машенькой и с Петкой ну и наконец после этого Вовочка наконец дорывается до доски выходит и нарисовывает этот рисунок следующим образом и говорит а это мой папа который наткнулся за куском мыла в бане почему я как бы начался с московским рынком не произошло именно как это самое сначала как называется созданное правило игры был нарисован домик была дана возможность пожалуйста так как это полететь и разумеетесь и размножайтесь возникла после некоторого периода дикости рынка скажем так более-менее благоприятная атмосфера для того что частных инвесторов которыми чувствовали себя и Машенька и Петенька и Ванечка ну скажем так была возможность каким-то образом нормально на этом солнышно-привольно существовать дальше частный инвестор нашел как бы даже свое место вот этом вот процессе вот то самое окошечко из которым он будет из этого общего домика в Ульято произошло это кстати сравнительно недавно практически два года назад в тот момент как раз когда частные инвесторы бросились купать московские квартиры вы сами понимаете что если бы эта конференция проходила там два года назад то единственный честный ответ на вопрос а как привыкнуть свои деньги был бы один единственный занимайте где только угодно что угодно делайте и покупайте квартиры каким угодно образом опять же вы заявили по тех кто как на сегодняшний день ситуация кардинальная на сегодняшний день мы имеем вот это с московскими квартирами скажем так возможность инвестирования за кончение а